Буквально на той неделе я рассказал, как создать свой собственный кастомный титр и анимировать его. Видос получился длинный, аж на целых 18 минут, но там из песни слов не выкинешь. И я, естественно, думаю, что я даже не обо всем рассказал. Если я рассказал бы все про кастомный титр, то видос получился бы на несколько часов. Но что, если ты по каким-то неведомым причинам не хочешь делать свой кастомный титр, анимировать его и заморачиваться, а буквально взять, перетянуть титр, положить его в свою монтажку и продолжить дальше свой монтаж. На помощь тебе приходит купленный пакет титров или плагинов, или какой-нибудь там еще купленный пакет. И вот, не спрашивая откуда, сразу же после того видоса у меня волшебным образом появился очень крутой пак титров и переходов с незамысломатым названием FCPX Titles and Transitions. О нем сегодня и пойдет речь. В этом пакете есть 600 титров. 600 Мазерка титров. Я еще разок скажу, 600 титров есть в этом пакете. 300 транзишенов и 150 разных там каких-то переходов. Все вместе получается... 600, 1200, 1250... 1050? 1050 разных элементов в этом паке есть. Что же тебе действительно понадобится в этом пакете и нужен ли он тебе вообще? Стоит ли его тебе покупать? Сегодня будем разбираться. А сейчас ныряем в Final Cut. Для начала этот пак продается на ресурсе VideoHive. Там ты найдешь всякого разного, кучу всяких стоковых кадров, темплейтов, музыку, графику, плагинов и еще кучу всего по подписке 16 баксов в месяц. Там же за 39 баксов можно втарить вот этот пак, про который я тебе сегодня расскажу. На всякий случай напомню, как установить этот пак. Когда ты оплатишь, тебе на почту придет заархивированная вот такая папка. Ты ее разархивируешь, видишь папку с названием FCP Titles and Transition Collection V5.1. Открываешь ее и видишь вот такие 4 папки и один файл. Файл readme. Обычно я его не читаю. Здесь написано какая-то техническая ерунда. Не знаю, зачем она нужна. Если почитаешь, расскажи, о чем она. Дальше ты видишь видео-туториалов по установке и как пользоваться каждым из этих переходов, транзишенов. Очень удобно, очень круто, что они добавили эту инструкцию, если вдруг на случай, если ты не знаешь, как это все делается. Две вот эти папки, самое важное. FCP Templates Collection и FCP Transition Collection. Нажимаем сочетание клавиш Command-T. У нас открывается соседняя вкладка. Открываем вкладку фильмы. В фильмах мы видим папку Motion Templates. Она нам понадобится. Открываем. И здесь мы видим папку Titles и папку Transitions. Соответственно, папку FCP Titles мы переносим в папку Titles. FCP Transitions мы переносим в папку Transitions Final Cut в папке Motion Templates, которая находится у тебя на Mac в папке фильмы. Переходим в Final Cut. И в Final Cut они у тебя появляются вот здесь. В папке Title и генераторы Sidebar. Здесь у тебя будет FCP Title Collection. Вот оно. А все остальные переходы, панели переходов, называются как FCP Transition Collection. Что на самом деле очень круто из этого пакета. Это то, что здесь есть 600 титров в 17 группах. Иконки для социального медиа. Бэкграунды. Титры для лога. Также здесь есть калауцы. Калауцы это такие титры, которые, когда тебе нужно что-то показать, обозначить. У него есть от самого титра такая стрелочка. Это очень удобно. Также здесь есть разные бэкграунды для создания твоего типографного титра. Кто-то у меня недавно спрашивал, как сделать телефон, как у одного известных блогеров. Не буду вспоминать, как он назывался. Он мне написал в комментариях. Я ему ответил, что, скорее всего, это уже отдельная заготовка самого телефона. Пожалуйста, вот он, телефон. Здесь есть уже одинаковый чай отдельно покупать. Также здесь есть очень крутые lower titles они называются. Нижние шрифты. Когда ты интервьюируешь кого-то, у тебя есть интервьюер, интервьюет. Тебе нужно как-то интересно указать его, подписать снизу, короче. Очень крутые, очень удобные. Что в этом паке не особо интересно и что тебе может не понадобиться? Это в транзишнах вот эти переходы кличами, масками. Я их не очень приветствую, ты это уже знаешь, что эти переходы. Я их особо не использую. И если ты оператор, я рекомендую тебе ими не злоупотреблять. То есть тебе нужно учиться создавать переходы естественным путем, в естественной среде. То есть движениями камер, какими-то затемнениями естественными. Так, разберемся. Разберем каждый из переходов. Я набросал уже небольшую монтажную дорожку, так сказать, где можно использовать вот эти титры. Значит, титры расположены в 17 группах, как я уже сказал. Первая группа это minimal titles. Самое интересное, каждый из этих титр у него есть своя настройка. Давай посмотрим. Вот скинем его на таймлинию, просто перенесем его сюда. Все настройки титров находятся вот в этой группе. Здесь есть галочки Build In, Build Out. Это появление и уход титра. В любом из этих титров можно поменять цвет. Также здесь можно изменить размер, ну, соответственно, его название. Все понятно. Вот это очень крутой титр, на самом деле. Из него можно сделать прям прям лого, я уже вижу. Смотри, какой классный шрифт. Вот такой вот, а? Piece by piece. Из кусочков он такой формируется. Ну, классно же, а? Ну, скажешь, классно. Переходим дальше. Второй, Kinetic Titles. Это, в принципе, то же самое, но только здесь уже Kinetic Titles обыграны вот такими вот штуками. Например, он появляется. И здесь такая полоска, она как бы его стирает, и при этом шрифт меняется. Вот такую штуку, на самом деле, можно сделать, но это довольно запарно. Это нужно масками убирать. Типа у тебя титр будет под маской исчезать. Это можно сделать, но это делается довольно запарно. Я тебе это могу сказать точно, поверь мне на слово. Корпоративные титры, например, делаешь какую-то рекламу, создать какой-то небольшой такой логотип, анимированный для той или иной компании. Ты можешь просто использовать, например, появление вот такого титра. Молодцы. Идем дальше. Калаусы. О них я уже говорил. Как они работают? У тебя появляется объект, у тебя появляется точка, которая притречена к объективу. Это делается буквально в два клика. Все настраивается, опять же, вот в этом инспекторе титров. За вот эту точку отвечает pointer position. Смотрим момент, когда у нас появляется точка, в данном случае это вот здесь. Просто берем, тянем за нее, тянем за нее, ставим в точку, от которой мы хотим, чтобы она стартовала. Ставим ключевую точку в pointer position, вот здесь. И передвигаем точку в то место, где он у нас примагничивается. Вот у нас здесь есть конкретно цифра 7. Смотрим, что получилось. И он получается как бы третит, видишь? Он примагничивает. Дальше раздел 12, стомп. Вот это, кстати, как раз тот раздел, который я разбирал на прошлом видео, как анимировать в кастомном титре. Это такие вот гигантские шрифты. Вот такие крутые появления. Их можно использовать, например, вот так. Я их использую здесь, посмотри. Вот они отсюда идут, Big Macro. Просто такие вот интересно появляющиеся большие шрифты, которые анимируены по-разному. Идем дальше. Самое интересное, на мой взгляд, это и самое иногда порой нужно, что тебе может пригодиться. Это раздел social media. Это все иконки, которыми мы пользуемся. Это Instagram, Twitter, Facebook, YouTube. Это бывает очень удобно. Тоже в сторисах можно такое использовать. И здесь, в общем, есть все титры, которые используются в Instagram. Все их оригинальные цвета, градиенты, шрифты. 16 и 17 раздел. В 16 разделе это всякие разные бэкграунды, которые можно использовать. Ну, по сути, это те же самые генераторы, которые есть в Final Cut, установленные. Вот здесь они слева. Только здесь они по-всякому анимированы. Также можно настроить текст, который используется, если это текст. Дописать его, выбрать какой-то либо цвет. Элементы шейповой анимации. Это всякие стрелочки, взрывающиеся всякие фейерверки, огоньки. Но сделанные векторной графикой. Также переходы, которые тебе могут понадобиться для создания шейповой анимации. В этой коллекции здесь есть все. Здесь есть цветные вот такие переходы. Цветные переходы стрелками, линиями, шторками, железями. На самом деле, вот эти кличи я бы использовал для анимации шрифтов. Разные переходы масками. Но, как по мне, вот этот можно было бы вообще элемент отсюда удалить. Не знаю, кто его использует и использует ли его вообще. Но, как по мне, выглядит он так себе. Типа переход маской. Это все нужно делать на самом деле камерой. И использовать естественные переходы движением камеры. Итак, подведем итог. Где ты можешь использовать такой пак титров и переходов, которые на секундочку стоят 39 долларов. Не надо об этом забывать. Ссылка на этот будет в описании. Во-первых, там есть большое количество титров. Тебе не нужно самому придумывать и каждый раз анимировать титры. За тебя уже там все придумано. Очень полезный набор коллапсов, который тебе тоже может очень часто пригодиться. Большие анимированные шрифты, стом. Социальные медиа, инстаграм, очень популярно. Можно сделать всякие классные сторисы, посты. Все можно это использовать. Бэкграунды. Иногда они тоже нужны. Я не знаю, как часто они могут применяться. Я этим пользуюсь не часто. Но я примерно в голове уже представляю, где их можно применить. Каждый из этих элементов продается и стоит каких-то денег. В среднем обычно это бывает по 15-20 долларов за вот такой элемент. Типа пак коллапсов там может стоить 10 долларов. Пак иконок там может стоить 8 или 10-15 долларов. Но целиком за 39 баксов ты получаешь все полностью. Весь этот пак, в котором есть все. Поэтому покупать тебе его или нет, выбор за тобой. Этот пак будет у меня. Если у тебя появится какой-то вопрос, задавай в комментариях. Я тебе отвечу. И за что пиши в личку. Личка знаешь где. А на этом, пожалуй, все. И как обычно, хороших тебе удачных кадров, быстрого монтажа, творческих успехов. Больше читай, смотри правильные фильмы. На этом все. Пока.